Детский спектакль Детские разговоры всегда начинаются с экскурсии Это помещение, в котором мы находимся, оно считается проходным, но оно очень важное, я его называю сердцем квартиры Потому что если встать здесь, то если крутиться вокруг себя, то вы увидите, что можно попасть во все помещения в квартире Почему вы решили устроить театр именно в квартире, а не в другом каком-нибудь месте? На самом деле мы вдохновились идеей абариутов, ленинградских писателей и поэтов начала XX века Которые собирались в квартире и у них не было просто другого места, где они могли бы себя проявлять, как-то свое творчество И они в квартирах устраивали какой-то свой театр, да, то есть там Хармс, Веденский, Заболоцкий, они читали стихи, разговаривали Одна старушка высунулась однажды из окна и от чрезмерного любопытства выпала из окна и разбилась Вторая старушка высунулась посмотреть из окна, что произошло с первой старушкой и от чрезмерного любопытства выпала из окна и разбилась Третья старушка как устроен спектакль это история личной встречи он начинается с экскурсии когда каждый человек пришедший в квартиру он проводит какое-то время один на один гуляя и актер может понять что этому человеку комфортно что некомфортно какие вещи вызывают интерес какие не вызывают и в дальнейшем по ходу спектакля действие очень сильно корректируется в зависимости от того что как воспринимается людьми давайте-ка поедем к морю давайте поедем в крым купаться будем море и лаз погорел хотите поедем да поедете и вот так вот отправляются отправляются но это что скажите знать объясните от чего все бегут летят и скачут почему и для чего каждый маленький спектакль разыгрывается там-то для двух-трех человек есть возможность учесть и например если есть дети которые там не воспринимают текст им не интересно слушать длинные периоды литературы значит актер может полностью выкинуть рассказ и только играть в предметы если наоборот какие-то предметы вызывают чрезмерное раздражение потому что не там грохочет или еще что-то можно наоборот лечь на пол и умолчать и это все не является нарушением партитуры спектакля вот эти самые не детские разговоры почему не детские потому что ну во первых дети не очень любят когда что-то сделано для них специально им очень нравится играть взрослыми вещами синяя комната называется она музыкальная у нас много музыкальных инструментов и целый музыкальный шкаф если открыть створки этого шкафа там все набито музыкальными инструментами отлично вот обычно у нас так и происходит к нам приходят люди которые открывают этот шкаф берут музыкальные инструменты потом их уже не оторвать потому что это затягивает вот сейчас я вам покажу на кухне нашу другую да вот этот инструмент самый простой театр обычно начинается с вешалки а в квартире он всегда заканчивается чаепитием потому что чайный стол это настолько уютное место что даже самые замкнутые люди могут здесь познакомиться и поделиться своими эмоциями гостили в квартире и слушали не детские разговоры александра попова и кристина тартарян и и на и Продолжение следует...